Выплачивать детское пособие не полтора, а три года и сделать проезд в городском транспорте бесплатным для детей из многодетных семей. Эти и другие инициативы сегодня были рассмотрены перед пленарным заседанием на предварительной встрече Комитета по социальным вопросам. Какие предложения депутаты поддержали, а какие отклонили, расскажет Надежда Шабалина. Плесень на стенах и постоянная влажность во всем доме. Эти проблемы уже несколько месяцев мучают выпускников домов-интернатов, которым предоставили бесплатное жилье в Нововятске по адресу Ленина 8А и 8Б. Эти дома не единственные, которые были построены с нарушениями. По словам министра образования Александра Измайлова, проблем можно было бы избежать, если бы в области была создана межведомственная группа, которая следила бы за строительством жилья для детей-сирот. Министр образования выступил инициатором создания подобной контролирующей группы. Данным законопроектом вводятся не позиции, а помимо того, что прописано целевое, вводим понятие эффективное. Поскольку для того, чтобы предоставить жилье, необходимо ввести определенную экспертизу, чтобы данное жилье соответствовало всем санитарным и техническим требованиям. Еще одну инициативу по поддержке детей, правда уже из многодетных семей, предложил депутат законодательного собрания Николай Дубравин. По его словам, на сегодняшний день областные власти не справляются со своими обязанностями по соцподдержке многодетных семей. Чтобы это исправить, депутат предлагает свои пути решения. Бесплатную выдачу лекарств, приобретаемых по рецептам врачей для детей в возрасте до 6 лет. Бесплатный проезд на внутреннем транспорте, прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь. Бесплатное питание. А вот депутат ЗАГСобрания Марина Сазонтова предложила решить проблему с нехваткой мест в ясельных группах и продлить выплачивать пособия по уходу за ребенком до трех лет вместо полутора. Но эту инициативу, в отличие от предыдущих, члены комитета не поддержали. А как отнесутся к предложениям остальные депутаты областного ЗАГСобрания, станет ясно в четверг после пленарного заседания. Надежда Шабалина, Николай Шахарбеев, Бюро новостей до ВИЧ.